Уже не первый человек в комментах мне пишет Ну что ты все время рассказываешь про женщины, про отношения, давай про что-нибудь другое Честное слово, самому уже надоело Но дело в том, что 90% проблемы мужчин возникают именно из-за женщины и отношений с ними Конечно, проблемам можно не замечать, делать вид, что ее не существует Но от этого она сама по себе никуда не денется Но в одном с авторами этих комментариев я согласен, контент нужно разнообразить Поэтому я сегодня выкладываю одно свое старое видео про будущее Приятного вам просмотра Вчера одна моя подписчица попросила рассказать, как Вселенная исполняет наши желания Оля, привет! Записываю это видео специально для тебя Надеюсь, работа на твоей диссертации подвигается успешно Тема эта очень большая и сложная, но я, как всегда, постараюсь уложиться в полторы минуты Для начала надо сказать, что желания желанию рознь Не все из них могут повлиять на будущее Попробую объяснить на примере Есть желания, как струя воды и шланг для полива Они слабые и временные Исчезают, как только закрываешь веньки А есть желания, как реки Они текут вне зависимости от того, вспоминаем ли мы о них или нет И берут начало в нашем подсознании Мне кажется, речь идет скорее не о том, что Вселенная исполняет наши желания А о том, что она использует наши желания, как некий план или схему В соответствии с которым происходят события в будущем В итоге сбывается то, о чем мы думали Многие замечают, что сбываются не все желания И не так, как этого хотелось бы Бывает, приходится долго ждать И возникает вопрос, а почему так происходит? На самом деле, желания есть не только у нас Нас окружают другие люди, у которых тоже есть свои желания Свои представления о будущем Поэтому Вселенной нужно свести все события воедино Чтобы одновременно выполнялось несколько планов Отсюда задержки с исполнением, изменения в сценарии Вселенная учитывает пожелания всех заказчиков Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!